Сегодня мы читаем из Парашат Шавуа, которая называется «Корах». Вы можете открыть книгу числа 16 главы. Мы начнем читать сначала. Если кому-то нужна Библия, поднимите руку, вам принесут. Береху את ה' המבורך. ברוך ה' המבורך לעולם ועת. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שרקיצנו במצוותיו, ובחר בנו מכל הימים, ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה, אדוני, נותן התורה. אמן. אמן. ויקח קורח בן יצער, בן קט, בן לוי, ודותן ואווירם בני אליאב, ואון בן פלט, בני רובן, ויקומו לפני משה, ואנשים מבני ישראל, חמישים ומתיים, נשיאי עדה, קראי מועד, אנשי שם. ויקהלו על משה ואל הארון, וימרו אליהם, רב לכם, כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם אדוני, ומדוע תתנסו על קהל אדוני, וישמע משה ויפול על פניו, וידבר אל קורח ואל כל עדתו, לאמור. בוקר, וידע אדוני את אשר לא, ואת הקדוש, ויקריב אליו, ואת אשר יבחר בו, יקריב אליו. זאת עשו, כולכם, מחתות, כורח וכל עדתו, ותנו בהם אש, וישימו עליהם כתורת לפני אדוני. מחר, ויהיה האיש אשר יבחר אדוני הוא הקדוש, רב לכם, בני לוי. ברוך אתה אדוני אלוי נומלך העולם, אשר נותן לנו תורת אמת, וחי אולם נתה בתוכנו. ברוך אתה אדוני, נותן התורה. אמא. דיאנה, דייאנה, דייאנה פרזרוס את הביבלו? extend דייאנה ב לה cottage, שצ toggלתakoב筆. דייאנה, בל realidad. נותפ ראcsית它的 живот term. Все это были вожди общины, предводители собрания, именитые люди. Они обступили Моисея и Аарона и сказали им, «Довольно вам? В общине все святые, и среди них пребывает Господь. Почему вы ставите себя над общиной Господней?» Услышав эти слова, Моисей пал ниц. Он сказал Корею и его сообщникам, «Утром Господь покажет, кто принадлежит ему и кто свят, и кому он позволяет приближаться к себе. Кого он избрал, тому он и позволит к себе приблизиться. Возьмите кадильницы, положите в них горящие угли и благовония, и предстаньте пред Господом. Кого Господь изберет, тот и свят. Довольно вам, сыны Левия». Так начинается история Кораха. Если вы не читали дома, то в продолжении истории, вы знали бы, что дальше действительно Бог выбирает людей, которые по сердцу Его, которые действительно служат Ему. И только этим людям Бог позволяет служить в храме, и совершать жертвоприношения и служения. И там также история про очень серьезное наказание. Как вы думаете, почему Корах со всеми его друзьями и сообщниками пришли к Моше? Как вы думаете, почему это подвинуло его сделать так? Кин'а, зависть, гордость. Я действительно думаю, что это ключ к пониманию всего всей истории, зависть. Потому что Корах был племянником Моше. Он также был из Калена Левия. И также те друзья, которые его поддержали, были из первого Калена Израиля, из Калена Рувима. И так как они были первенцы, они думали, что тоже им что-то должно быть, что-то какое-то почесть. Обычно первенец, он несет ответственность за остальных, и он как бы ведет их за собой. И вот они все пришли к Моисею и сказали, у нас есть право быть такими же, как и ты. Почему ты сам себя избрал? Почему ты превозвышаешь сам себя? Перед обществом Божьим. Мы все избранное общество. Поэтому нет у тебя никакого права или чести, которая поднимала бы тебя, выделяла бы тебя. И то, что я хочу сегодня говорить, это действительно зависть. Я думаю, что каждый из нас так или иначе встречается с завистью в своей жизни. И часто это начинается с чего-то маленького, но может привести к большим последствиям. И есть процесс, когда эта зависть развивается. Иногда вдруг ты смотришь на кого-то, и начинаешь думать о том, что есть у него в жизни. Чего он достиг? И какие вещи уже есть у него, он получил или заработал. И ты начинаешь думать, вау, я тоже хочу этого. И возможно, это человек, на которого ты смотришь и знаешь, что ты намного лучше этого человека. И ты умеешь делать вещи, которые делает этот человек, намного лучше, чем он. Но вдруг он продвигается, а ты остаешься на том же уровне. И приходит зависть. И зависть, она приводит к нескольким вещам. Если ты разрешаешь, позволяешь зависть войти в твое сердце, то вместе с ней приходит отсутствие мира, разрушитель мира. Потому что вдруг ты начинаешь уже ненавидеть этого человека. Потому что возможно, он занял твое место. Вы знаете, когда мы начинаем желать чего-то, что принадлежит другому, мы не всегда думаем, и не всегда задумываемся, какие усилия приложил этот человек, чтобы этого достигнуть. Мы не всегда ставим себя на его место, чтобы почувствовать все, что он... И не можем почувствовать, действительно, что он проходит в своей жизни. От чего он должен отказаться, с чем он сталкивается, с чем он борется. Потому что чаще всего мы видим только достижения, только конечный результат. И ты видишь вдруг, что вот он достиг этого. И у него есть, возможно, дом хороший, или машина хорошая, или платье классное. Или обувь хорошая. Ты смотришь только на результат. Ты אומר, я тоже хочу. Но ты не думаешь, что он... Какие усилия он предлагал, чтобы этого достигнуть. А ты не начинаешь думать, что, возможно, он работал и день, и ночь, чтобы этого достигнуть. Корох не думал о Моше, насколько ему тяжело справляться с народом. Что каждый день Моисей приходил к Богу, плакал перед ним, и просил помилуй этот народ. С другой стороны, он плакал и говорил Богу, что я уже нет у меня сил, я больше не могу это терпеть, это нести, это бремя. Обычно мы не думаем о таких вещах, мы думаем только о результатах. Если бы мы действительно задумывались и понимали, что человек устоило достигнуть того или иного, возможно, мы бы вообще перестали ему завидовать. Другими словами, когда мы начинаем завидовать, что-то закрывает наши глаза. И здесь есть очень красивое, очень классное выражение. Когда Моше говорит с дотаном и авираном, он говорит, приходите перед скиней собрания. Они говорят, нет, мы не придем. Они говорят, разве ты привел нас в страну, обещанную, страну текущую молоком и медом? Ты не привел нас туда, и ты просто хочешь ослепить нас, ввести нас в заблуждение. Когда есть зависть, что-то закрывает наши глаза. Сразу же, как только ты начинаешь завидовать, твое зрение падает, и ты не видишь всю картину. Ты видишь только результаты. Ты теряешь мир и спокойствие с этим человеком, и с Богом. Ты уже не можешь нормально общаться, нормально реагировать. И что происходит после этого, есть здесь огромная опасность. Потому что нету в реальности такой заповеди в Торе, не завидуй. Несколько других выражений есть об этом. Говорится, что зависть это сухость костям. Гниль для костей. Другими словами, когда только ты начинаешь завидовать, Ты не прилагаешь никакие усилия, чтобы чего-то достигнуть. Ты просто завидуешь. Это один из шагов. Ты просто сидишь и завидуешь. И все время твои мысли вращаются по кругу об этом человеке. Почему у него это есть? Почему у меня этого нет? Одно и то же. Точно так же, как гниль, плесень начинает уничтожать фрукты, Точно так же зависть, как плесень начинает уничтожать твои кости. Потихоньку, потихоньку она уничтожает нас изнутри. И результат понятен. Точно так же, как гниль, фрукты, мы выбрасываем в мусор, Так ты сам, когда начинаешь завидовать, выбрасываешь свою жизнь в мусор. Зависть убивает человека изнутри. Но есть следующий ступень, еще более страшный. Потому что есть заповедь, которая входит в одну из десяти заповедей. Не пожелай. И она говорит, не пожелай чего-то, что есть у твоего ближнего. Ты видишь, что кто-то достиг какого-то уровня. И ты думаешь, что это должно быть у тебя. Это пример, который я даю вам. И митва говорит, не пожелай. Что-то, что есть у другого. Потому что если ты только думаешь об этом, ты еще не переступил этот порог. Не все знакомы с этим уровнем зависти. Не все знакомы с этим уровнем зависти. По толкованиям иудейским, чтобы достигнуть этого уровня зависти, ты должен что-то сделать. Чтобы нарушить эту заповедь, не пожелай. От человека требуются какие-то действия. Другими словами, если ты просто еще думаешь, завидуешь кому-то, но еще зависть не подвигает тебя что-то сделать, ты еще более-менее нормальный. Ты просто на уровне зависти. Не переступил эту заповедь. Но когда ты начинаешь что-то делать, чтобы получить место этого человека, или дом его, или платье ее, то ты начинаешь приступать эту заповедь. Не пожелай. И это то, что произошло с корохом. Он не только думал и завидовал внутри себя. Он начал уже делать шаги, чтобы достигнуть того, что есть у другого. И его зависть перешла на другой уровень. Не пожелай. Он нашел себе сподвижников и хотел сместить Аарона и Моше с их позицией. И когда такое происходит с человеком, вмешивается сам Бог. И однозначно Бог показывает всю картину. Он говорит, И Бог говорит Моисею и Аарону, уйди от этих людей, отодвинься, отделись от них, и в одну секунду я уничтожу их всех. Когда у тебя есть зависть, ты еще как-то с этим мучаешься и справляешься в одиночестве. И немножко это мешает и разрушает мир в отношении с другими людьми. Но когда твоя зависть переходит на другой уровень, и когда ты начинаешь нарушать заповедь «Не возжелай», ты начинаешь критично влиять на все окружение. И написано, что из-за того, что происходило, 24 тысячи человек погибли. Задумайтесь на секунду, это огромное число. 24 тысячи человек умерли, погибли. Из-за того, что один человек приступил заповедь «Не возжелай» и подвигнул другим помогать ему. И что я хочу сказать нам сегодня? Эта граница между разными уровнями зависти очень-очень тонкая. И у нас действительно есть сила, чтобы справиться с ней. Мы очень много и любим говорить об этом, что несправедливость и нечестность нашей жизни происходит. Это случается с нами везде, в школе, на работе, в каждом месте. Особенно, когда кто-то получает что-то, что ты думаешь, должно было быть у тебя. Тогда первое, что ты начинаешь говорить, а, это несправедливо, это нечестно. Здесь неравенство в правах. И с этого начинается зависть. Не начинай сравнивать. Потому что мы видим в Писаниях, однозначно написано, что всякая власть от Бога. Даже если это плохая власть. Лифамим, мы ви шельтон ра, где лишанут маше, баулям, баарец, ба медина. Иногда Бог допускает плохую власть, плохое управление, чтобы изменить что-то в стране. Он приводит таких людей к власти и он же их уводит оттуда. А если что-то происходит в твоем жизни, то есть сомнение. И если что-то происходит в твоей жизни, набери стерпение. Если кто-то подходит в твоем жизни, то не забудьте кинуть к нему. То есть сомнение. Если ты видишь, что кто-то занял твоё место, которое тебе должно быть, не допускай зависть в своё сердце, набери стерпение. Иллюим יודע лишанут мацав в рага нахон. Бог знает, как изменить ситуацию в правильное время. И если это действительно было твоё место, то Бог поставит тебя туда. С другой стороны, вот эта вся ситуация может дать тебе другую мотивацию. Мотивация טובа. Ты видишь, что есть что-то хорошее у другого. И ты не начинаешь прилагать усилия, чтобы это у него забрать. А ты начинаешь прилагать усилия и силы и волю, чтобы достигнуть того же уровня тех же вещей самостоятельно. Когда у тебя нет зависти внутри, твои глаза всё ещё всё ещё видят. Ты видишь всю картину, какая она есть. И ты понимаешь, что от тебя требуется, какие усилия приложить, чтобы достигнуть этого. И ты можешь приложиться, приложить усилия и достигнуть того, чего хочешь. то я просто хочу действительно леохел для них. Я хочу пожелать вам хранить свое сердце. Хранить свои глаза. Не давайте зависти разрушать вас изнутри. Бешем Иешуа. Амин. 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 Продолжение следует...